Читается всегда «Житие» Марии Египетской. Сейчас будем читать, мы здесь слушаем «Житие» Марии Магдалины. Подойди поближе, засними корешок, и как это выглядит книга. Сейчас нам покажем, вот вторая, как разворачиваешься, как она красиво оформлена. И дальше, какое благословение на неё есть. То есть, мы не выдумаем где-то, а стараемся войти каноническое. Так, вот это что-то не открывается. Может, там ничего и нету. Ага, «Счетины» нет, «Дмитрий Ростовский». Смотри, «Месяц июль», на русском языке, «Дмитрий Ростовский». Следующая страница. По порядку всё засними, чтобы видно было. Это езда на московской патриархии. Жития месяц такой-то. А это всё репринтное издание. 12 книг Дмитрия Ростовского. Мы не подвергаем сомнений, ничего, что там есть, у него написано. Ну, чтобы увидеть. Открой-ка. Показать, как начинается, какое оформление. Сколько в книге страниц? Покажи. Так, хорош. Тут, наверное, видно вот внизу. Нет? Ну-ка, ещё. И вот здесь страница. А, вверху. Сколько? 687. 687. Ну, и алфаище. Дальше алфаище. Где издано тут вот это сними? В каком году она издано, это показали? Там переиздано. 10 тысяч экземпляров тираж. Так, переиздано где? Какая типография? Отпечатано с диапозитивов издательства Свято-Памфнутьев Боровского монастыря при участии ООО «Прогресс» в типографии ООО «Молодая гвардия». Ну, переиздавать тут не надо никаких благословений, потому что благословенно на много раз. Поэтому тут вроде бы так и не написано ничего. Что здесь написано? Ещё раз, посмотри. Чете меня есть святого Дмитрия Ростовского с дополнениями, объяснительными примечаниями и изображениями святых. Учебным комитетом в Пресвятейшем Синоде рекомендованы для фундаментальных и ученических библиотек, духовных семинарий и духовных училищ, мужских и женских. Главным управлением военно-учебных заведений рекомендованы для приобретения фундаментальной библиотеки и военно-учебных заведений. То есть везде и всюду, как бы сказать... Издание Московской синодальной типографии. Москва, синодальная типография, 1910 год. Чтобы не было недоверия к этому, специально я показываю. Это у нас за июль месяц. Считается всегда житие Марией Египетской. Из года в год. И считается ни день, ни два, если только верить всему, что написано, примерно 1300 лет. Какой срок? Мария Магдалина ни разу и нигде так не делается. Это не то, что ошибка, не то, что перекос. Совершенно непонятно. Тем более в жизни Марии Египетской фактически не было ни одного шага, какой был у Марии Магдалины. Она была отъявленная блудницей, красивой лицом. Люди ехали на поклонение. Ей платить было недо, чем я своим телом рассчитаюсь. Она богомольца долога совращала. Пришла, там вроде бы Божья Матерь не пустила. Дальше мы еще проверить не можем. Она крестилась, кто или сама ушла в пустыню. 40 лет прошло, все 47 лет. Биография-то, ни одного шага нет евангельского. Видя вот эту несправедливость, я попросил, давайте мы сегодня прочитаем. Житие Святой Марии Магдалины. Она называется равноапостольной. Вот этим словом играет. Чтобы познать, что равноапостольной, мы должны знать, апостолы кто. Апостол Павел говорит, посмотрите, кто вы избраны. Немного знатных, немного великих, но самое небо, что избрал Господь. Равноапостольный князь, император Константин. Это что, Павел про них говорит? Незнатно это. Более знатных на земле не было. И они равноапостольные. Тоже ни одного шага не сделали, чтобы идти благовествовать. Вот эти звания, которые дают. Ну, так, дают, пускай дают. Но оно не соответствует действительности даже на 1%. Это государственное, политическое было действие. Он принял, и все. А люди завтра пошли, а то Перуна опять ловить и поклоняться. Мария Магдалина. Вот это сейчас я буду считать. Начну. Специально взял увеличительное стекло, чтобы ни буквы не пропустить. Будешь маленько даже придерживать. В житиях обычно ничего не указывается. Здесь указывается ссылка на Священное Писание. Вот для себя сейчас я скажу, и несколько секунд помолчу. Сколько раз, вы думаете, здесь ссылка сделана на Писание? Они сделаны для того, чтобы читать, открывать эти места Библии. Указано. Кроме этого, десятки книг. И Фарара, и Доктора здесь, и Иосифа Плавия. Ссылки откуда? Более богатого житья я не знаю. На одну только Библию ссылается. Подумайте, каждый скажите, сойдется с вашим мнением или нет. Пять-десять раз ссылается. Я специально сейчас взял, пошел и пересчитал. Я ходил, считал сейчас. Сто семьдесят раз. Сто семьдесят раз открыть Библию, чтобы познать житие. Я насчитывал житие, но нигде больше такого жития даже близко нет. Ну, даже семнадцать раз открыть Библию. Это сто семьдесят. Ну, примерно там два-три туда-сюда. Она очень мелкая. Я мог и пропустить где-то. Ну, именно сты про сто семьдесят. Чтобы ее житие просчитать, открывая все эти места, сверять все где-то с книгой, ну, примерно на пост великий и хватит. Как раз. Итак, считаем. Месяц июль. Двадцать второе число. По старому стилю. Жизнеписание равна апостоле и святой мироносице. Марии Магдалины. Поминайте наставника ваших, которые проповедовали вам Слово Божие. И взирая на кончину жизни их, кончину их, подражайте вере их. Послание апостола Павла к евреям. Глава тринадцатая, стих седьмой. Потом я немножко хотел сказать о самом каноне. Я сегодня разговаривал с одним известным протеереем. Он задал вопрос, а потом я перешел уже на это. Я говорю, а почему вот написано 1200 лет назад канону? Не два года. Но мы можем спросить, а чем это вызвано? Да, помилуй меня Божий, избави от кровей. Мы считаем, никаких кровей не видели. Это Псалон Давид написал о себе. Он убил, чужую жену отнял, а мужа убил. Ну, послал на фронт, сказал, бросьте его там, когда нападать болт, винтовку отберите, его убьют. Мы не учитаем, 50-й Псалон-то вдуматься в него надо. Те, которые, бывает, роман, песнопевец, другие, которые вот каноны составляли, ни у одного нет такой биографии, как у Андрея Критского. Нету. Он пережил тихщайшие переживания из-за своей глупости, безразмерной глупости. Не пободрствовал, на себя понадеялся. И когда подписали Анапиму, Шестому Вселенскому Собору, он подпись поставил. Проклинаю Шестой Вселенский Собор. А потом, по чьей-то молитве, может быть, или как-то, Господь дал ему понять, что ты наделал. Ты с теоретиками соединился. Тебя в церковь пускать нельзя. И он принес покаяние, и где-то заперся, и написал вот этот канон. Помилуй меня, помилуй меня. Он берет 204 разных события из Библии, и их теперь на покаяние ставят. Я не могу все считать. Он пережил, я нет. Я Анапиму Собору не давал. И сказать, как он пишет, мы не можем это, мы можем часть какую-то взять. Этот канон написан для людей, которые не члены церкви. Он перечисляет грехи, которые государство судит. Самые страшные грехи он перечисляет. Я не виновен. У меня и в мыслях не было это делать. Он меня как будто бы учит, что и такие грехи были. Он все брал на себя, какое бы событие ни брал, я виновен, в духовном плане я везде виновен. Так не бывает. Но мы верующие, мы ничего не меняем. Мы просто должны понять, как это и что было. Проходят, повторяю, ни год, ни два. Тысячу двести лет, и никому дело не до этого канона. Я, видя вот этот краешек только что-то несправедливо, я имею право, свое личное мнение, я стал молиться. И Господь мне открыл это. Я когда говорю священникам, там, епископам, сейчас никто против не говорит. А почему так просто сказали? Это же открыть надо. Мы не оглашенные. У него нету здесь ни одного запева, где бы говорилось о человеке верующем. Я верующий, пришел отблагодарить Бога. Павел говорит, за все благодарите. Ибо такова вас воля Божьего Христа Иисусу. У него нету ни одной строчки на это. А почему? Он поставил для себя все. И поэтому, ну, двести четыре там события. Я тогда сел за это на русском языке, вот что сейчас есть отпечатанное. И все эти, которые запевы, третью часть, фактически у нас полностью переведена, перевести на вторую ступень. Молитва трех ступеней. Первая, простительная. Там мусульмане, там буддисты, там коммунисты, фашисты, кому больно, все там на той ступеньке. Ну, избави меня, избави меня, потому что меня ранили, я умираю, замерзаю. Жить-то всем охота было. Это та ступень. Второе благодарение. Получил ты или не получил? Ты просил? Благодари за то, что есть. Благодари. И третья еще выше ступень ангельская. Славословие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и приз, и во веки веков. Аминь. Вот с этой ступеньки мы не можем на ней удержаться, мы соскальзываем вниз. У нас все время какие-то просьбы есть. Это и правильно. Мы еще на земле. Это просьба там, где он говорит, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе Божия. И вот эти все его запевы на 204 события библейских. Господь позволил мне повернуть и на третью. Вот мы считаем словословие. На вторую. Не помилуй меня Божию, а благодарим тебя Христе Божий наш. А на третью. Слава тебе Божий наш, слава тебе. Я сегодня по телефону говорил. У меня телефон уже разрядился. Батюшка говорит. А так как же? Так почему же никто-то это не говорит? Мне не надо на этот вопрос отвечать. Я повторяю. Не два года, 1200 лет молчали. А канон нужен полностью? Да, нужен оглашенный отдельно. Пускай считают его. Оглашенный, который готовится к окрещению. Он для них написан, канон. Мы верующие христиане. Мы испытали любовь Божьей до конца. Мы приняли святое крещение. Мы причащаемся. И перечисляются такие грехи, которые даже безбожьих бомж не делает. Как мы можем с этим согласиться? А если такой, да как ты причащался тогда? Тебя что? Никто не вывел за руки? Да я этого не делал. А зачем лжешь? Ведь вопрос опосалил очень серьезно. Итак, мы будем читать сейчас необыкновенное житие. Это единственная женщина в мировой истории, которая называется апостол для апостолов. То есть выше всех апостолов. Почему? Она первая прибежала и говорит, что он воскрес. А они даже не знали, сидели. Она для них благую весть принесла. И далее она пошла до края вселенной, тогдашней Римской империи. И с императором Твериум встречается. Как говорят, у тебя и сотов подарила. Но было не было, но главное она проповедовала. Мы берем все, как написано. Я показал, что это по благословению Священного Синода. Ничего я дальше не буду пояснять. Слушайте внимательно. Как я устану, возьмется другой дальше. Как перед Пасхой-то считают там деяния. Итак. Великая, равноапостольная, святая, мироносица Мария Магдалина, особенно прославившаяся в церкви христианской. А дальше все пояснения внизу идут. Если кто не видит, я вам покажу. Смотрите. Вот вверху идут четыре строчки. А вот это пояснения внизу. Дальше идут две строчки. А дальше мелким шрифтом еще... Ну так не бывает. А почему? Она переполнена великой и чудной милостью Господней. Своей пламенной, непоколебимой, соотверженной любовью Господу Иисусу Христу была родом из богатого в то время города Магдалы, который находился в Галилейской области Палестины на берегу озера Генесарецкого или иначе моря Галилейского между городами Капернаум и Тевериадою. По происхождению из города Магдалы, святую равноапостольную Марию и называют Магдалиной. Город Магдалы. Для отличия ее от прочих благочестивых жен, упоминаемых в Евангелии с именем Мария, равноапостольная святая Мария Магдалина была истою, то есть настоящую галилеянкою. А галилеянин, галилеянка в проповеди и утверждениях христиан соозначает очень много особенного. Галилеянином звали самого Христа Спасителя, так как он с младенчества рос и жил, и потом много проповедовал в Галилее. И даже в IV веке греко-римский император Юлиан Отступник, он умер в 363 году, со словами, обращенными ко Христу, «Ты победил меня, галилеянин!» первозваные апостолы Христовы, которые навсегда оставались самыми близкими к Спасителю, все были галилеянами, исключая одного только Иуда Искариота, предателю и негалилеянина. При явлении после воскресения Христа Спасителя на горе, в Галилее, многочисленному сонму, более 500 верующих, большинство их состояло из галилеян, ходивших за Господом во время его проповеди по Галилее, слушавших его учения, бывших свидетелями его чудес и на себе испытавших благость милосердного Целителя Иисуса. И как вообще галилеяне воспринимали и распространяли учения Христова, ревности иудеев, прочих областей Палестины, поэтому вначале всех последователей Христа Спасителя называли галилеянами. Так даже ангелы Божии при вознесении Христа Спасителя назвали всех верующих, бывших на горе Леонской, с апостолами галилеянами. Галилеяне же также много и резко отличались от иудеев в прочих областях Палестины, как контрастно отличалась природа Галилеи от Южной Палестины. В Галилее природа была жизнерадостная и население живое, простое. В Палестине Южной бесплодной пустынной и народ, не желающий признать ничего, кроме буквы и формы правил. Жители Галилеи охотно воспринимали идеи духа закона. У иудеев же Иерусалимских господствовала одна рутинная внешность. Галилея стала родиной колыбелью христианства. Иудея была иссушена узким фарисейством и близорухим саддукейством. Галилеяне были пылки, отзывчивы, стремительны, благодарны, честны, храбры, были восторжены религиозны, любили слушать поучения о вере, о Боге, были откровенны, трудолюбивы, поэтичны и любили греческое мудрое образование. На все ссылки дается внизу. И Мария Магдалина, исцеленная Христом Спасителем, проявила в своей жизни много прекрасных отличителей свойств своих родичей галилеян, первых и ревностейших христиан. Относительно первой части жизни святой Ронапостольной Марии Магдалины известно только то, что она была подвержена тяжкому, неизлечимому недугу, была одержима, по евангельским словам, семью бесами. Причина и обстоятельства возникновения этого ее несчастья неизвестны. Но святой Евангелие отцы Церкви Христовой поучает, что такие особенные тяжкие страдания проведения Божия допускает для того, чтобы явились дела Божии. То есть, чтобы явились особенные действия Божия в отношении к людям и особенные действия, совершаемые Богом через Мессию Христа. Каково в настоящем случае исцеление от бесов для славы Бога и Христа или духовного просвещения для спасения Марии Магдалины? По учению Христа Спасителя о подобных обстоятельствах следует полагать, что Мария Магдалина была одержима бесами не по причине грехов ее или родителей ее, а проведение Божие допустило это для того, чтобы Господь Иисус Христос явил дело славы Божией, явил великое чудо исцеления. Мария Магдалина, просветленная ее ума, просветление, привлечение ее к вере во Христа Спасителя и к вечному спасению. Причина же тяжкого страдания Марии Магдалины от бесов, как причиной других неведомых, непостижимых для человека действий и попущений Божиих в отношении людей заключается в мировых тайнах премудрости Божией, которых люди не могут постигнуть. Не страдая, только тяжко неизлечимо, Мария Магдалина могла бы или вовсе оставаться в стороне от дела Христа Спасителя, или же относиться к чудесам Христа Бога Человека с любопытством и удивлением, но без живой и спасительной веры, и она не возвысилась бы до той высшей, ничем не поколебимой любви к Господу, за которой она была утешена явлением воскресшего Христа Спасителя, прежде даже всех ближайших его апостолов. Но беспомощная в страданиях не могла галилеянка Мария Магдалина быть равнодушна к слуху о чудотворце, исцеляющем всякую болезнь и всякую немощь в людях. И вот она спешит найти этого чудотворца, делается самовидеться, как многих исцелил он от болезней недугов и от злых духов, и глухих, и слепых, и хромых, и прокаженных, и мертвых воскресил. И Мария Магдалина пламенно верит в его всемогущество, прибегает к его божественной силе, просит себе исцеления и по вере получает просимое. Мучительная сила злых духов оставляет ее, она освобождается от порабощений бесам, и жизнь ее освящается божественным сиянием ее исцелителя, которого Мария Магдалина вполне себя посвящает, как пылкая, благодарная галилеянка. С тех пор душа Марии Магдалины воспылала самую чистую, возвышенную, самой благородную и преданную любовью к ее спасителю Христу. И она уже навсегда присоединилась к избавителю своему, всюду следовала за ним, чтобы воспринимать его спасительное наставление и пользоваться каждым случаем, служить божественному исцелителю своему. А по тогдашним земным обстоятельствам, в которые поставил себя Христос как Сын Человеческий, он нуждался в служении материальном ему и делу ему. Ведь Христос родился в бедности, в пещере, в которую в Вифлееме загоняли домашний исход, и колыбелью там были простые ясли. Мать его, в жертву полагавшуюся за новорожденного, могла принести в Храм Божий только двух молодых голубей по семейным бедностям. В маленьком галилейском городке Назарете Христос до 29 лет жил так же в бедности, как усыновленный член семьи простого плотника. И во время проповеди Евангелия Царствия Божия, для того, чтобы в деле исполнения великой миссии Богочеловека было возможно меньше препятствий, Христос оставил совсем в стороне отношение к семье своего усыновителя Иосифа, в которой воспитывался и всякие попечения о своем материальном благополучии и личной собственности. Поэтому Христос не имел никакого имущества, кроме насильной одежды странствующего галилейского учителя веры. Так что после трех лет его общественного служения Христос оценен был только 30 серебряников, то есть около 30 рублей, что составляло тогда в Палестине цену за самого бедного, неимущего из рабов. На земле, которой он пришел спасти, Христос не владел никаким клочком земли, никаким домом. Он говорил, лисицы имеют норы и птицы гнезда, а сын человеческий не имеет где преклонить голову, сказал сам Спаситель. Без жилища имущества обыкновенная пища Спасителя состояла как пища самого простого бедного галилеянина из ящменного хлеба, до изломленной в Галилейском озере и сваренной в кипятке там же на берегу рыбы, а по временам из куска дикого меда, который жители свободно собирали. У коржа лукавых фарисеев, что сын человеческий любит есть и пить вино, относился к тому, что Христос не отказывал разделять трапезу, приглашавшим его как общественного учителя, так как учителя там пользовались гостеприимством. И хотя апостолы, некоторые последователи Христа, владели небольшим имуществом, у апостола Петра был дом в Кабернауме, у Иоанна в Иерусалиме, а другие почитатели Христа занимались некоторыми промыслами и имелся у них общий денежный ящик для оплаты расходов на насущные потребности, на восхищение другим бедным и на милостыне нищим. Но даже небольшие суммы на крайней необходимости не всегда бывали там у них в наличности. Так что, когда иудейские сборщики, ничтожные подати на храм, пришли к апостолу Петру и сказали, учитель ваш, не даст ли дидрахмы, только около сорока копеек, то ни у Христа учителя, ни у учеников его не оказалось подобной ничтожной суммы. А между тем о Христе и чудесах его шел слух по всей Сирии и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных. И он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи, Десятиграде, Иерусалима, Иудеи и Из-за Иордана. Из-за Иордана. И среди этого множество всякого народа из разных отдаленных местностей находилось много бедных, нуждающихся не только в пище, и даже и в одежде. Так вот, по всему этому многие благочестивые жены, которые исцелены были Христом от тяжких болезней, и имели достатки от своих имущественных средств, сопутствуя своему благодетелю вхождению и его с проповедью Евангелия, служили ему имением своим. То есть, в случаях нужды уплачивая расходы по насущным потребностям бедных, сопутствовавших их спасителю. И по указанию его оказывали необходимые пособия нуждающимся в материальной помощи. Из таких благодарных жен евангелист Лука называет Марию Магдалину первую, потому что она первая подала другим пример такого признательного служения делу Бога человека. Или же она преимуществовала перед всеми прочими усердием в этом святом деле. А бескорыстное ревностное и служение Христу Спасителю в то время, когда он не имел где головы преклонить, и от большинства людей видел холодность, удивление или вражду, было отрадно Господу Иисусу, много утешало его среди постоянных трудов и частых оскорблений. Особенно замечательной при этом была чрезвычайная стойкость и необыкновенное мужество, с которыми относилась святая Марина Магдалина к святому Избавителю. И несмотря на всякие препятствия, страшные опасности и даже в тяжкие дни и часы жестоких страданий Христа, Мария Магдалина явила себя мужественнее и преданнее апостолов. Их-то не было, разбежались все, кроме Иоанна. До того, что когда почти все апостолы, несмотря на обещания своего умереть с Господом-то, побеждены были страхом от врагов Господних, бежали и скрылись. Мария Магдалина любовью победила страх и непоколебимостью своего участия к страдавшему старалась смягчить тернистый путь, каким он шел для спасения мира. Жестокие страдания спасителя, распятого на кресте, усугубляли, вызывающие наглое глумление иудейских первосвященников, книжников и старейшин, которые недовольствуют исполнением их гнусного мщения. Находясь близ креста распятого Христа, насмешивая, высказывали бессовестные и дерзкие упреки невинному страдальцу, говоря, других спасал от смерти, а себя самого не может спасти. Пусть спасет себя, если он Христос, старый израильский. Пусть теперь сойдется креста, чтобы мы видели уверенностью в него. Так же и воины римские ругались над ним и подходя, говорили, если ты царь иудейских, спаси себя. И разбойники, распятые с ним, ругались над ним и злословили его. Один сказал, если ты Христос, спаси себя и нас. И проходящие из толпы злословили его, кивая головами своими, говорили, разрушающие храмы, три дня созидающие. Если ты сын Божий, ну садись с креста. И вот когда таким образом глупость и дикость толпы с низкой злобой иудейских старейшин окружали распятого Христа, мученический взор его с утешением замечал слезы благочестивых женщин, между которыми Мария Магдалина была из первых же. В этих сострадательных слезах как бы блеснул для сына человеческого луч света среди мрачного царства греха. Этот луч от благодарных женщин утешил невинного страдальца свидетельством еще не в конец испорченной природы человеческой. День великого искупления Бога человеком падшего человечества был ясный. Время было уже около полудня, а по еврейскому названию дня был час шестой. Но вот в этот самый ясный полдень меркнет солнце и делается тьма до часа девятого. то есть по современному названию часа дня до третьего часа по полудня. Страшное, величественное, внушительное небесное знамение угасания солнца, тьма обнявшая все земное среди полуденного яркого света тяжело сдавила хулителей невинного Христа. Привела их в ужас и молчание. Знакомые же почитатели распятого, сначала стоявшие вдали и смотревшие, приблизились к страдальцу, окружили крест его, и из них евангелист называет Марию Магдалина опять первой. Таким образом, Мария Магдалина у ног Христа Спасителя не только чудотворство, прославляемое и воспетовым младенцами, но и у ног Иисуса Назарянина униженного, обесчищенного, позорно распятого, оставленного даже его апостолами. И после смерти исцелителя своего Мария Магдалина не покидает его, она сопровождала перенесение тела его Иосифом, Аримапейским и Никодимом, от креста ко гробу. Была при погребении, его смотрела, как полагали Христа, и когда, чтобы отдать честь по закону Божьей, наступающему уже великому празднику Пасхи, оставили погребенное его тело, то пламенная благодарная любовь Марии Магдалины в глубокой скорби открыла ей источник утешения. любовь внушила ей желание оказать из ее стороны возможную последнюю честь уничиженному иудеями ее спасителю. Она покупает мира и ароматы, чтобы помазанием тела погребенного Христа воздать ему по еврейскому обычаю возможную почесть. Предприятие это, давшее Марии Магдалины на еще и мироносице, принадлежало ей, так как два евангелиста поставляет ее опять первым между некоторыми другими женами ей, последовавшими в нем, а третий только одну ее и именует в этом благородном деле. И вот среди ночного еще сумрака первого дня недели после скорбной субботы среди опасности от озлобленных иудеев уже покушавшись наложить руки на учеников Христовых и в то же время, когда апостолы распятывались разбитой душой и заперлись в своем помещении, Мария Магдалина с некоторыми благочестивыми женами, презирая угрожающую опасность, бесстрашно идет ко гробу Спасителя, внеся ароматы и мир, приготовленные для помазания тела Христова, чтобы оказать почившему последнюю дань любви и почитания. О страже, приставленной иудеями к пещере гроба Христова и о запечатании первосвященниками входа в нее Мария Магдалина не знала, так как все это произошло уже после удаления всех почитателей Иисуса из сада Иосифа Аримапейского. Но теперь на пути из Иерусалима к пещере гроба Христова Мария Магдалина вспомнила, что вход пещерта будет закрыт Иосифом и Никодимом таким большим и тяжелым камнем, которого не в силах отвалить от входа ни она, ни спутницы ее. И вот в смущении об этом препятствии мироносицы говорят между собой, кто отвалит нам камень от дверей гроба? Размышляя об этом Мария Магдалина, опередя прочих мироносиц и подойдя ближе к пещере гроба, взглянув и вдруг видит, что смущавший ее камень уже отвален от входа в пещеру. У иудеев того времени камень, закрывавший доступ к гробу умершего, считался неприкосновенным, как бы священным. И отваление камня от гроба в пещеру гроба Христова показывало, что с телом погребенного там произошло что-то особенное. Но что же именно? Проще и прежде всего была мысль, что тело Иисуса взято кем-либо из этой пещеры Иосифа Римопейского и могло быть положено в другом месте. И эта мысль лишиться возможности воздать ему последнюю честь столь поразила Марию Магдалину, что она немедлежи, не входя в пещеру, побежала назад в Иерусалим, чтобы известить апостолу Петру и Павлу о случившемся при гробе Христовом. Она была уверена, что извещенные ее апостолы примут самое деятельное участие в разыскании тела Иисуса. Унесли Господа из гроба и не знаем, где положили его, говорит она апостолу. И действительно, ревность лишили апостолы. Петр и Иоанн тотчас пошли ко гробу. Они побежали обе вместе, но Иоанн бежал скорее Петра и пришел ко гробу первым. Наклонившись, он увидел лежащие пелены, но не вошел в пещеру гроба. Вслед за ним приходит Симон Петр входит в гроб и видит пелены лежащие и плат, который был на главе Иисуса, не с пеленами лежащий, то на особо в другом месте. И все сложенное в порядке. Тогда вошел Иоанн, увидел и молча уверовал, что Христос воскрес. Так как если бы кто перенес тело Иисуса в другое место, то сделал бы это, не обнажая его, равно как если бы кто похитил его, то не стал бы заботиться о том, чтобы снять плат, свить его и положить на другом месте. Но взял бы тело в том виде, в каком оно лежало. Да и смирно с алоем, употребленным Никодимом при погребении Христа, очень крепко приклеивает пелены к телу, поясняет святой Иоанн Златоуст. Но не с одинаковым чувством отошли апостолы от опустевшего гроба своего учителя. Петр вместо веры только с удивлением пошел назад сам в себе, девясь происшедшему. Когда в таком еще смутном и слабом настроении апостолы ушли от опустевшего гроба Христова, к нему возвратилась опять Мария Магдалина. Дойдя до пещеры гроба, она стала плакать и безутечно скорбя, наклонилась в низкий вход в пещеры, чтобы еще взглянуть туда, где был погребен его спаситель. И там видят в белом одеянии сидящих двух ангелов. Одного у главы, другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей, «Жена, что ты плачешь?» Мария отвечает им, «Унесли Господа моего и не знаю, где положили его». Горе Марии было столь велико, что она не сообразила, что с ней говорят не люди, и ангелы, принявшие вид людей для обречения ее горя светлым, торжественным, праздничным своим видом на месте печального погребения Христа. И она отвечает им все теми же словами, какими говорил апостол об исчезновении из гроба тела Христова. И ангелы торжественным, светлым явлением своим, подготовляя Марию Магдалину к возвещению дивного воскресения Христова, однако не говорят ей, как проще мироносецам, что тот, кого она с такой ревностью разыскивает, славно воскрес, потому что Господу угодно было причислить саму Марию Магдалину к непосредственным вестникам воскресения Христова. И вот в то время, когда Мария Магдалина в ответе своем ангелам поведала им причину своего плаща, Христос Спаситель внезапно появился позади Марии, отчего ангелы приняли особо почтительное к нему положение. Мария же Магдалина, заметив них перемену, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Тягота, горестных мыслей, обильные слезы мешали ей хорошо рассмотреть стоявшего позади нее дочина и самому Христу Спасителю не угодно было, чтобы она сразу узнала Его, как не вдруг открыл он себя эмаусским путником. И теперь Мария Магдалина приняла его за садовника, сада Иосифа Аримапейского, в котором помещалась эта пещера Святого Гроба. Не узнанной же Марией Магдалиной, Христос говорит ей, «Жена, что плащешь? Кого ищешь?» Слыша в этих словах сострадательное участие к ее скорби, Мария отвечает доверчивой просьбой, «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его? Я возьму его!» Как много самоотверженной любви и глубочайшей преданности выразила Мария Магдалина в этих кратких и простых словах. Она не называет предлагаемому садовнику Иосифа Христа его именем-то, а только говорит «его». Она столь высоко чтила своего учителя сама, что полагают и другие должны знать его и им интересоваться. Она умоляет мнимого садовника открыть их, куда унесено тело Иисуса, так как садовник этого сада должен был знать тайну исчезновения этого тела из гробницы Иосифа. Похищение не могло произойти без его ведома, потому что ему был поручен этот сад. А если бы сам Иосиф, владелец сада, переложил бы тело в другое место, то это также не могло бы совершиться без ведома садовника. И Мария Магдалина просит у этого садовника указание места нахождения тела Христова, чтобы ей взять его. «Я возьму его», говорит она. При безмерной любви к Господу Мария совсем забывает о своих слабых силах и надеется взять и унести сама тело своего учителя. Усердие и любовь так велики и пламены, что она считает себя чрезмерно сильной и не получая быстрого ответа на свой живой вопрос, Мария Магдалина как свойственно очень обеспокоенному человеку опять обратилась в сторону ангелов, желая, может быть, от них слышать что-нибудь об Иисусе или чтобы узнать причину, побудившую их принять особенно благоговейное положение. Господь же, тронутый высотой и силой ее любви, уже знакомым Марии благодатным голосом называет ее по имени «Мария». Теперь Мария Магдалина услышала тот памятный на всю жизнь голос ее спасителя, силою которого он изгнал из нее толпу бесов, тот небесный голос, который проникал и оживлял всякую душу, тот дивный голос, который услаждал души слушателей его небесным блаженством. И Мария почувствовала теперь близкое присутствие Божественного Учителя, в котором заключались все блага ее, все ее счастья, и несказанная радость наполнила всю душу Марии. От полноты счастья она не могла говорить и опять обратилась к Господу, просветленным взором узнала его и с восторгом воскликнула только одно слово «Учитель» и бросилась к ногам Христа Спасителя. В радостном восхищении Мария Магдалина еще не могла себе представить и сознать всего жития Христа воскресшего и потому Господь, чтобы просветлить ее научить об изменении через воскресенье уже и плоти его кротко сказала ей «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не взошел к Отцу моему». Мария Магдалина восторженно выразила поклонение человечеству своего и спасителя и учителя а Христос запрещением ей прикасаться возвышает освещает ее помышления научает более благоговейного обращения и дает разуметь Марии Магдалине что время до теснейшего духовного общения с ним настанет тогда когда он совсем скроется от чувственных очей своих учеников и взойдет на небо к Богу Отцу своему а так как и прочие ученики Христова при вести о воскресении его могли подумать что теперь он уже навсегда с ним на земле и быть может осуществит народные мечты о великом иудейском земном царстве то Христос спаситель посылает Марию Магдалину предостеречь их от таких мыслей и мечтаний удостоверяя теперь апостола воскресения Христова ясным созерцанием ее воскресшего и его речью она посылается Господом возвестить им что Христос уже недолго будет на земле что ему самым прославленным телом надлежит вскоре взойти к Богу Отцу но чтобы весть об этом удалении не привела их в смущение и скорбь Господь привлевает Марии Магдалине сказать ученикам его что Отец его которому он восходит есть вместе и их отцом милостиво называя их при этом с своими братьями иди к братьям моим и скажи им восхожу к отцу моему и отцу вашему и к Богу моему Богу вашему сказав так Христос стал невидим а обрадованная осчастливленная Мария Магдалина идет и возвещает все случившееся с нею апостолом Христовым и с восторгом утешает их скорбь дивными словами Христос воскрес вот поэтому так как первая послана от самого Господа Благовестница совершившегося Христово воскресение Мария Магдалина церковью христианскую признана равноапостольной здесь светлейшая черта всего дивного служения Марии Магдалины церкви Христовой в утро воскресения Христова она удостоена была видеть Господа воскресшего первая из всех учеников и учениц его и первая же по непосредственному повелению Господа сделана вестницей проповедницей для них воскресение его апостолы проповедовали воскресение Христова всему миру Мария проповедовала воскресение Христова самим апостолом она была апостолом для апостолов святые отцы церкви проведят в этом обстоятельстве особенную тайну и премудрость проведения Божия Жена, ущет святой Григорий Богослов, из уст змея приняла первую ложь, и жена же из уст самого воскресшего Господа первая услышала радостную истину, добычья рука растворила смертное питье, та же самая подала и чашу жизни. Освященная созерцанием воскресшего, восторжествовавшего над смертью победоносного Христа, пламенная Мария Магдалина и без слов была полным решительным свидетелем воскресения Христова. Но благодатные ее вести о воскресении Иисуса, учителя, апостолы, все бывшие с ним в доме Иоанна Богослова, не поверили. Они печалились, плакали, и услышав, что Христос жив, и что она видела Его, не поверили. А почему же Мария Магдалина пользовалась полным и сомненным доверием апостолов? Кроме того, и между прочими мироносицами, которые также известили учеников Христовых о сообщенном им при гробе Господним ангелами восстания из мертвых их учителя, была мать апостола Иоанна Богослова и мать апостола Иакова Марфы и Мария, сестра Лазаря, с прочими благочестивыми женами, которые все пользовались также полным доверием апостолов. Но они не поверили им, почти рассказ их за мечтание. Столь велико было тогда уныние небольшого общества учеников Христовых. После того, как первосвященники иудейские Христовы взяли и распяли их учителя Иисуса, а апостолы разбежались и скрылись, они внезапно лишились всего всех своих личных и народных надежд. В них затмилась вера в Иисуса Мессию, в Его силу и славу. С потерей веры потерялось и мужество духа, угнетало их и сознание неисполненного долга перед Христом Учителем, которого они малодушно оставили одного в руках врагов и разбежались. И не имея никакой поддержки ни в себе, ни вне себя, они думали больше уже о сохранении своей собственной безопасности, страха ради от иудеев-то. До смерти Христовой они все надеялись, что Он, Учитель их, есть Мессия, который избавит Израиля, откроет славное земное царство израильское. Но позорная Его смерть на кресте совсем разрушила эти их надежды и мечты. В глазах всех людей того времени распятие было самой ужасной и позорной смертью. Оно было знаком страшного проклятия по закону Моисея. И в душах учеников Иисуса после распятия Его осталась вера в Его только как в пророка, который был сильный в деле и слове, перед Богом и всем народом, в тяжко угнетенном сознании учеников Христовых. Не укладывалась мысль о том, что истинный Мессия, Христос, Сын Божий, и может умереть как человек. И так как Иосиф действительно умер на кресте, и хотя они видели чудотворное воскрешение Иисусом дочери Алиры, сына вдовы Наинска и Лазаря, но вот сам Иисус умер, как и прочие пророки, то и воскреснет может Он только со всеми людьми в последний день. А чтобы ранее этого чудотворства пророки сами воскресали, не было примера никогда. Петр же и Иоанн, видевшие гроб Христов, ничего не могли сообщить, как только то, что он был пуст. Об видении ангелов и воскресшего сообщали только все женщины. Товительное, глубокое, тяжкое положение. И вот, более пылкий апостол Петр опять идет к святому гробу, не давая себе отчета, не зная, зачем пошел, так как сам уже видел пустое место, где был погребен Христос. Но теперь он скоро возвратился и с восторгом возместил ученикам. Воистину, Христос воскрес! Я сам видел Его! Он и мне явился на пути! Теперь, казалось, довольны были свидетели очевидцев воскресшего, для уверения истины воскресения Христова. И многие ученики радостно поверили, но все-таки еще не все. А Мария Магдалина с прочими мироносицами, сияющая счастьем и презирая все опасности от неистовых врагов Иисуса Христа, не могла остаться спокойным в одном месте, и, переходя из дома в дом от одних учеников Христовых к другим, в чистоте, простоте, глубине и крепости любви к своему исцелителю и учителю, восторженно повторяла несчетное число раз отрадное благовестие. Христос воскрес! Воистину воскрес! И благодатно быстро стала расти из семени самого меньшего из всех зерновых семян огромнейшего дерева Церкви Христовой. Малые гости искренне преданы Христу, спасители учеников и учениц, из коих самую ревностейшую была святая равнопостольная мироносица Мария Магдалина, восторжествовали над надменным суемудрием язычества, овладели целыми царствами, сих царями и божественное учение Христова, пронесли из края в край, во всю им вселенную и земли, повторяя торжественные слова первого благовестия Святой Марии на Магдалины. Христос воскрес! Воистину воскрес! Вот христиане, важнейшие черты жизни святой равнопостольной мироносицы Марии Магдалины, не подлежащие никакому сомнению, так как они засвидетельствованы самим Словом Божиим в Святом Евангелии. Для чего же они сохранены и предлагаются Церковью? Для чего считают их? Именно предложены, чтобы считали. Вот это необходимо было делать в храме. Не для прославления ли Святой Марии Магдалины? О, нет! Святые, живущие во славе небесной, в высокой и вечной славе Божией, не имеют нужды в славе земной, в ничтожной славе от человеков. Но таким воспоминанием их земного жития, подвигов и добродетелей дается нам самим наставление и побуждение в богоугодной жизни и в душеспасительных подвигах. Через святого апостола Христова Павла Господь повелевает нам «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Сегодня Мария Магдалина просто не проповедовала, и ничего этого нету, совершенно не попадает в это. На египетскую. Египетская. И вот Святая Церковь Христова сохраняет нам и предлагает нашему вниманию очерки жизни святых людей для нашего самоиспытания, самоусовершенствования и спасения через подражание вере и духу этих божиих святых, дабы мы не обленились, но подражали тем, которые верой и долготерпением наследуют обетование Божие. Святая равноапостольная мироносица Мария Магдалина самоотверженно исполнила первую и главную заповедь Христа Спасителя, возлюбила Господа всем сердцем своим, всей душой своей, всем разумением своим и всей крепостью своей. Осуществление святой Марию Магдалины при всяких обстоятельствах такой истинной, всесильной любви к Господу служит жизненным образцом для любви каждого христианина к Богу, Спасителю нашему. И по примеру святой Марии Магдалины все мы, христиане, должны иметь и проявлять самоотверженную любовь к Богу, всем сердцем своим, всеми желаниями, стремлениями и силами души своей, и всем разумением, всеми познавателями способностями своими должны мы всецело прилипляться к Господу и Спасителю нашему. Сила любви нашей к Богу должна быть такова, чтобы никто и ничто не могло отлучить нас от этой любви, ни жизнь, ни смерть, ни высота, ни глубина, и никакая тварь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее. Со временем, описанных святыми евангелистами явлений воскресшего Христа Спасителя и вызванной этими явлениями пламенной проповеди святой Марии Магдалины о воскресении, сохранившиеся новозаветные книги не сообщают более подробностей о деятельности равнопосленности святой Марии Магдалины, и сведения о дальнейшей жизни ее составляют теперь предмет предания. Предание же о последующей ее жизни нескольких местных христианских церквей много разницы по местности, откуда исходят. По существу, однако, везде предания эти сообщают о ревностной равнопосленной деятельности святой Марии Магдалины. И разность этих преданий зависит от того, кого или каких именно из святых евангельских жен разумеет эти церкви под именем святой равнопосленно Марии Магдалины. Некоторые христианские церкви Запада, а также отцы церкви с ученым богословием объединяют в одну, или же в две личности, трех евангельских жен, грешницу, которая в доме Симона-Парисея покаялась, обливала ноги Христа Спасителя своими слезами, отиралась своими волосами и помазала драгоценным миром. Потом еще Марию Извифани, сестру Лазаря, и еще Марию Магдалину, которая была освобождена Христом Спасителем от семи бесов. Но Восточная Греко-Российская Православная Церковь ныне, как и прежде, признает все эти упоминаемые евангелиями с разными признаками три личности за различные, особые, не желая основывать исторические сведения на произвольных, только вероятных толкованиях. Вследствие же этого предания Восточной Греко-Русской Православной Церкви сообщает, что после евангельских явлений воскресшего Христа до воснесения его, и после святая равноапостоль Мария Магдалина пребывала с Пресвятой Богородицей и апостолами, и была деятельной спасительностью первых учеников, успехов распространения христианской веры, сначала в Иерусалиме. Но полное усердие, пылкой веры и ревностной любви к благовестию Божию она затем проповедовала по другим странам, всюду возвещая небесную благодать, радость и спасение всем уверовавшим в Спасителя мира Христа Воскресшего. Поистине, между прочим, Италию святая равноапостоль Мария Магдалина изыскала случай явиться к старственничному в то время императору Тиверию I и поднесла ему по общепринятому восточному обычаю яйцо, окрашенное в красный свет, и сказала при этом, Христос воскрес. Не удивила императора бедность подношения святой Марии Магдалины, впервые явившись к нему, потому что он знал древнее обыкновение вообще на Востоке, и также у иудеев являясь в первый раз к высшему или к торжественному случаю и к знакомым или покровителям подносить знак почтения дар с каким-либо известным или с особенным социальным символическим значением. Примеры этого находятся в иудейской ветхозаветной истории и также представляют дары, поднесенные богатыми волхвами, родившемуся Иисусу Христу и Вифлеем Иудейским. А люди бедные в подобных обстоятельствах приносили в дар разные плоды своей местности или яйца птиц, так, следуя отчасти этому древнему обычаю и с целью красным светом поднесенного яйца и неслыханными до этого словами Христос воскрес, возбудить любопытство подозрительного императора Тиверия, святая равноапостольная Мария Магдалина, с разъяснения значения такого ее подношения, начала свою горячую проповедь о воскресении учения Христа Спасителя. А она с большим вдохновением и убеждением рассказала императору о жизни, чудесах, распятии, воскресении Иисуса Христа и прямым, простодушным изложением чрезвычайно несправедливого, пристрастного суда над Иисусом, Христом озлобленных членов Иерусалимского Есенидриона и попустительства при этом малодушного римского правителя иудея Пилата Понтийского к осуждению на распятие Иисуса Христа извлекла из них гнев, на них гнев императора. Тиверий предал их суду, которым Пилат лишен был власти и сослан в Галилею, в город Вьенну, где по одному преданию, удрущенной угрызениями совести и отчаянием, сам лишил себя жизни. По другому же преданию, приговоренной судом к смертной казни, Пилат раскаялся, обратился с молитвой ко Христу и был спасителем прощен, в знак чего, по отсечении головы его, она была принята ангелом. Вместе со святой равноапостолью Марией Магдалиной отправились по преданию в Италию с сестрой Лазарем, Марфой и Мария. А Пилат, узнав об этом и боясь разоблачения христианами его противозаконных действий, сам отправил императору Тиверию донесение об Иисусе Христе, в котором он свидетельствовал о благодетельной жизни Христа, об исцелении им всяких болезней, увечья, даже воскрешении умерших и о прочих великих чудесах его. Пилат утверждал, что, проверяя обвинения иудеев, он не нашел в Иисусе Христе никакой вины, много подвязался избавить его от рук крамольных иудеев, но не мог достигнуть его избавления и отдал Иисуса на их волю ради народного крика и крамольного обвинения иудеями самого Пилата. А по распятию иудеями Иисуса совершили страшное знамение в природе, и много людей, умерших, воскресло, когда в третий день воскрес Иисус, и Пилат, как свидетель, одержимый великим страхом, доносил державному кесарю о всем содеянном с Иисусом Христом, который стал предметом веры, как Бог. После таких свидетельств со стороны римского правителя иудея и со стороны почитателей Христа Спасителя, император Тиверий по преданию сам уверовал в Христа Спасителя, предложил причислить Иисуса Христа к лику богов римских-то. И даже тогда, когда римский сенат отверг такое его предложение, Тиверий царским указом грозил наказывать всякого, кто осмелился бы оскорблять верующих во Иисуса Христа. Таким образом, ревностная, бесстрашная проповедь о Христе Спасителя, святая равнопостольная Мария Магдалина с прочими благочестивыми христианами возбудила языческого правителя иудея письменно засвидетельствовать всемирное событие воскресения Христова перед миром языческим. И самого языческого императора, всемирной тогда империи римской-то, побудила признать величие и божественное могущество Христа Спасителя, облегчив всем этим распространение христианства. Христиане же того времени, узнав о значении и силе впечатлений, произведенного подношением святой Марии Магдалины, императору Тиверию, Красного Иса, со словами «Христос воскрес!», начали подражать ей в этом-то, и при воспоминании воскресения Христова стали дарить красные яйца и говорить «Христос воскрес!», воистину воскрес! Так мало-помалу обычаи этот распространился повсюду, сделался всеобщим между христианами всего мира. И яйцо при этом служит символом или видимым знаком воскресения Христова, воскресения мертвых и падшего возрождения в жизнь будущую, которого залог имеем мы со Христовым воскресением, как из яйца рождается птенец и начинает жить полную жизнью, но по освобождению от скорлупы ему открывается обширнейший круг жизни. Так и мы, при втором пришествии Христа на землю, сбросив себя с телом земным, все тленное на земле силой Христового воскресения, воскреснем и возродимся для другой, высшей, вечной, бессмертной жизни. Красный же свет пасхального яйца напоминает нам то, что искупление человечества и наша будущая новая жизнь, приобретенная излиянием на кресте при чистой крови Христа Спасителя. Таким образом, красное яйцо служит напоминанием нам о собой одного из звезднейших догматов нашей божественной веры. Святая апостольная Мария Магдалина долго продолжала проповедовать благовестие Христа, воскресшего в Италии и в городе Риме, и при первом пресвящении Рима апостолом Павлом и после отбытия его через два года оттуда, кроме предания, свидетельства об этом можно видеть в характерном привете к святой Марии апостолом Павлом, в послании его из торгового греческого города Коринфа, к христианам, находившимся тогда в Риме. Святой Иоанн Златоустый поучает об этом, что, воздавая каждому верующему соответствующему похвалу, апостол Павел приветствует святую и равноапостольную Марию, как уже много потрудившиеся и посвятившие себя апостольским подвигам. Труды, упоминаемые здесь апостолом, были подвигами апостолов-евангелистов, следовательно, равноапостольными. Она служила, добавляя святой Златоуст, и деньгами, и неустрашимо подвергалась опасностям, и совершала тяжкие путешествия, разделяя с апостолами всякие труды проповедничества. Из Рима по преданию церкви святая равноапостольная Мария Магдалина прибыла в город Ефес, тогда особенно знаменитый в Малой Азии. В Ефесе по преданию и свидетельству многих святых отцов и церковных писателей святая равноапостольная Мария Магдалина помогала святому апостолу, евангелисту Иоанну Богослову, в благовествовании, трудах, оставалась там до мирной своей кончины, и в Ефесе же она была похоронена. Нетленные прославления мощи святой равноапостольной Марии Магдалины в IX веке при императоре Льве VI философе торжественно перенесены были из Ефеса в Константинополь и помещены были в храме монастыря святого Лазаря. Таково предание православной восточной христианской церкви. Но нельзя решительно утверждать, что мощи святой равноапостольной Марии Магдалины навсегда всецелы остались в Константинополе, а они могли быть перенесены самими верующими в другое место из опасения от победоносных нападений турок. Они легко могли быть взяты и на запад в Рим, из Константинополя, когда им овладели в начале XIII века итальянцы с крестоносцами IV похода, так как тогда мощи святых многих юго-восточных областей были уносимы и разделены по разным городам западных стран Европы. Все на этом. Вот такое дивное повествование церковь в лице сегодняшних служителей скрывает от народа. Читает Марию Египетскую, ей никто не может подражать. Как это? Ну надо прожить жизнь, а дальше уйти никому не является. Если судить по Марии, мы сказали бы, ну ты хочешь, чтобы тебя слушали и стали такими. Так в этом есть смысл. Я хочу, чтобы вы стали как я. Апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Ну Мария бы сказала, подражайте мне, как я Христу. Все, жизнь умерла в первом поколении. Ни одного рожденного ребенка, ни одного благовестника, никого не будет. Если Мария Магдалина, подражайте мне, тогда бы не было сегодня ни мусульманства, ничего этого, все были бы христиане. Вот такая большая разница, как смерть и жизнь. Богу нашему слава. Во веки. Во веки веков. Аминь. Спаси Христос. Услышал пророка пришествия Твоего Господа и устрашил.